МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С главными событиями к этому часу в студии телеканала Север Екатерина Дементьева. Здравствуйте. Сегодня мы расскажем... Летать будем. Авиарейс из Наринмара на Большую Землю продолжит субсидировать в 2021 году. Глава региона провел переговоры с руководителем Росавиации. Мир не без добрых людей. Зооволонтеры спасли истощенного шарпея, которого хозяева долгое время держали на цепи без воды и еды. В нашем эфире расскажем историю спасения четвероногого. Вкус России из Наринмара. Пастила из северных ягод признана одним из лучших продуктов на федеральном уровне. Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. Депутаты городского совета единогласно одобрили проект бюджета на следующий год и плановый период 2022 и 2023 годов. В ходе работы над бюджетом учтены все поступившие предложения. И проект решения доработан с учетом замечаний и предложений контрольно-счетной палаты. Большая часть доходов муниципального бюджета обеспечивается налоговыми и неналоговыми доходами. В следующем году их объем составит порядка 700 миллионов рублей. Их доля в общем объеме дохода 80%. Согласно проекту городского бюджета на расходы в сфере жилищно-коммунального хозяйства в 2021 году предусмотрено 274 миллиона рублей. В целом расходы на ЖКХ, дорожное хозяйство и транспортное обслуживание составляет практически две трети расходов проекта бюджета. Общий объем доходов городского бюджета в сумме 857,1 миллиона рублей. В том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 173,2 миллиона рублей. Общий объем расходов городского бюджета в сумме 872,1 миллиона рублей. Дефицит городского бюджета составляет 15 миллионов рублей или 2,2 процента от объема доходов городского бюджета без учета безвозмездных поступлений, что соответствует требованиям статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. На плановый период 2022 и 2023 годов планируется снижение дефицита бюджета на 0,3 и 0,2%. Проект бюджета был рассмотрен на публичных слушаниях и одобрен общественностью, затем на комиссиях по местному самоуправлению Совета городского округа. Кроме того, в ходе сессии депутаты также единогласно согласовали установку памятного знака работникам Печорского лесозавода, призванным в ряды Красной Армии в годы Великой Отечественной войны. Авиарейсы из Наринмара на Большую Землю продолжат субсидировать в 2021 году. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Ненинского округа Юрий Бездудный. Сегодня глава региона провел встречу с руководителем Росавиации Александром Нерадько. Напомним, ранее Росавиация утвердила перечень субсидируемых за счет средств федерального бюджета маршрутов на следующий год. И в нем значился рейс лишь из Наринмара в столицу республики Коми Сыктывкар. Телефонным интервью нашему телеканалу Юрий Бездудный отметил, что в Росавиации с пониманием отнеслись к просьбе. Далеко не все люди представляют себе, что Наринмар с точки зрения транспортной доступности только авиация покрывает. Поэтому сегодня был долгий разговор с руководителем Росавиации. Итог этих переговоров следующий. Субсидируемый рейс будет на Сыктывкар. Остальные рейсы сохраняются. Остальные рейсы сохраняются. Мы удерживаем самые важные направления, которые и были ранее. Москва, Санкт-Петербург, Архангельск, Киров. Вот это самое главное направление, которое для нас жизненно необходимо. И жители округа могут благодаря этому добраться до Москвы, до Санкт-Петербурга, Архангельска, Кирова, Сыктывкар. Теперь, что касается переговоров со Смарт-Авиа. О том, что они сохраняют рейсы. Более того, жители округа смогут шесть раз в неделю добраться до Санкт-Петербурга и четыре раза до Архангельска. Для нас это тоже очень важно, поскольку и тот, и другой город, они тесно связаны с нашим округом. Таким образом, из Нарьинмара по-прежнему будут летать самолеты авиакомпании «Смарт-Авиа», выполняющие прямые рейсы в столицу Поморья четыре раза в неделю. В эти же дни можно будет добраться до Санкт-Петербурга со стыковкой в Архангельске. По пятницам и воскресеньям из столицы Ненинского округа в город на Неве будут отправляться прямые рейсы. За счет субсидий из федерального центра будут также сохранены перелеты по маршруту из Нарьинмара в Москву, Киров и Сыктывкар. И теперь об эпид-обстановке в регионе. За прошедшие сутки в Ненинском округе зарегистрировано пять случаев заболевания коронавирусом. В числе заболевших – жители Нарьинмара, поселков Искатели и Красное. Такие данные на утро 10 декабря приводит Управление Роспотребнадзора по Ненинскому автономному округу. Таким образом, с начала пандемии в регионе официально зарегистрированными случаями заболевания COVID-19 являются 699 подтвержденных случаев. По данным медицинских организаций, за истекшие сутки выздоровели 14 пациентов. На сегодняшний день на лечении под наблюдением с диагнозом COVID-19, подтвержденным результатами ПЦР-лабораторий уровня референс, находится 55 пациентов, в том числе три бессимптомных носителя. Из них в стационаре получают лечение 10 человек, находятся на амбулаторном лечении 45 человек. С начала пандемии проведено 15 149 ПЦР-исследований на выявление инфекции за прошедшие сутки 70. Состоят на учете в Управлении Роспотребнадзора по Ненинскому округу 408 человек, в том числе три в обсерваторе, сняты с контроля с начала пандемии 9512 человек за прошедшие сутки 14. В Ненинский округ поступит большая партия лекарств и средств индивидуальной защиты, закупленных за счет федерального бюджета. Об этом сообщил руководитель окружного департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Сергей Сверидов в ходе еженедельного совещания с главой региона. На данный момент профильный департамент сформировал заявку на январь на льготные лекарства для тех, кто проходит лечение амбулаторно. До конца этого года осталось 370 льготных рецептов. В конце декабря мы уже ничего не купим. У нас должен быть запас по СИЗАМ, запас по лечебным препаратам медицинским. И все это должно находиться не где-то на складах в Москве или Санкт-Петербурге. Все это должно находиться здесь, на Ринмаре. И по первому требованию переместиться либо в Заполярный район, либо в окружную больницу. При отсутствии нужного лекарства в аптеке фармацевт может предложить аналог с таким же действующим веществом. Напомню, жители региона с подтвержденным диагнозом COVID-19 получают лекарства бесплатно. На сегодняшний день аптеки Ненецкой фармации полностью обеспечены медикаментами. Величина прожиточного минимума пенсионера на 2021 год будет пересмотрена. Расчет происходит по утвержденной формуле, учитывающей значение этого показателя за первый и второй квартал текущего года, как в регионе, так и в целом по России. Она утверждается ежегодно для установления социальной доплаты к пенсии. В сентябре 2020 года принят окружной закон, которым установлена величина прожиточного минимума пенсионера в Ненецком округе на 2021 год в размере 18 368 рублей. Однако позднее поступило письмо Минтруда об уточнении величины прожиточного минимума пенсионера в целом по России на 2021 год. В итоге после произведенных расчетов с применением новых исходных данных предлагается установить величину прожиточного минимума пенсионера в Ненецком округе в размере 19 353 рублей. Это почти на тысячу больше предыдущего. Исходя из этой суммы, будет производиться расчет социальной доплаты к пенсии, материальное обеспечение которых не достигает величины прожиточного минимума. По данным отделения соцзащиты Ненецкого округа, прогнозная численность получателей региональной социальной доплаты к пенсии составит порядка 1300 пенсионеров. 10 декабря отмечается Международный день прав животных. Главная его цель – не допускать жестокого обращения с питомцами. Печальная статистика говорит о том, что в нашем округе часто домашние животные оказываются на улице. Один из шокирующих случаев произошел в Нарьинмаре в ноябре этого года. В микрорайоне Мирный была обнаружена истощенная собака породы шарпей, которую долгое время хозяева держали на цепи без воды и еды. Историю спасения четвероногого расскажет Любовь Пермякова. Она ласковая и дружелюбная. Девочка шарпей с мелодичной кличкой Ария, несмотря на жестокое отношение прошлых хозяев, людей очень любит и им доверяет. История этой собаки потрясла Нарьинмар. В интернет-группе бездомные животные Наузо волонтеры опубликовали пост и фото из неможденного животного. Люди, вы только посмотрите, до какого состояния довели домашнюю собаку. Этой несчастной девочкой никто долгое время не занимался. Истощенная, гнойные глаза, тело все в шрамах. Несмотря на свое состояние, собака дружелюбная, слушается людей и на судьбу свою не жалуется. Мы бы очень хотели помочь этой домашней бедолаге. Но нужна помощь с передержкой с медуходом. Кто может помочь, пишите нам. Если мы не организуем помощь, то завтра собака отправится в пункт временного содержания. Спастись от неминуемой смерти Ария была в крайней степени истощения, помог счастливый случай. Весь день в группе писали об этом. А только к вечеру она зашла в подъезд, и там вот девушка ее взяла на передержку. Сразу к врачу повезли. Ну что, истощение было. Глазки вылечили. А теперь мы проглистогонили и будем искать семью. Ну, как новую семью, конечно. Благодаря новой приемной семье, которой очень благодарны местные волонтеры, Ария быстро поправилась, на глазах похорошела. Но, к сожалению, в силу некоторых обстоятельств, супружеская пара не может оставить ее у себя. Впрочем, за время, проведенное вместе, Шарпей заслужила прекрасную репутацию. Значит, они опекунши отзываются только положительно. С детям очень хорошо. На поводочек не тянет тоже. На автомобиле хорошо, прекрасно ездит. Единственный милый недостаток – храпит. Вот и все. А так вообще спокойно не реагирует ни на звонки, ни на шумы в квартире. Тихенько себя ведет. В этом она бесхлопотная собачка. Сегодня Ария вместе с зооволонтером Ириной пришла на очередной медицинский осмотр в ветеринарную клинику. У врача Елены Макеева четвероногая любимая пациентка. И сейчас себя на все процедуры хорошо ведет. То есть, если бы еще чуть-чуть, например, она не попала в добрые руки, то можно было... Ну, там, втащение было, да. Такое еще холода, если бы начались какие-нибудь, конечно. Могли бы быть проблемы какие-то. Сейчас жизни и здоровью Арии ничего не угрожает. Поэтому ей положены только приятные процедуры. Одна из них – педикюр. Тоже длинные ногти – это плохо. Если их не подрезать, там прорастают сосуды и меняют постановку. И больно обрезать потом будет. Ухлопотная леди. Покрасить еще не забыть. После всех пройденных процедур ухоженная и довольная Шарпей Ария, как истинная леди, садится в автомобиль и уезжает. Пока к временным хозяевам. Мы очень надеемся, что совсем скоро Ария обретет свою семью. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Уникальные продукты уникального региона. Рейнмарская пастила из северных ягод заняла второе место на федеральном конкурсе «Вкусы России», обогнав знаменитый Костромской сыр. Наша съемочная группа пообщалась с автором рецепта заполярной сладости и выяснила, откуда берутся простые, но гениальные идеи для малого бизнеса. О природном богатстве и потенциале Ненецкого округа говорят часто. Но немногие способны разглядеть свежую идею для бизнеса из того, что буквально растет под ногами. Иван Сартаков смог. Все началось более чем прозаично. Как любому родителю, Ивану хотелось, чтобы его ребенок употреблял только натуральные продукты, например, пастилу. Кто начинает заниматься производством пастилы? В основном это мамочки, которые сидят дома, хотят, чтобы их ребенок кушал здоровые вкусняшки. Не магазинные пастилки, которые сейчас очень преобладают в большом ассортименте. Заходишь и чего только ты там не находишь. И Белевская, и Небелевская, и детские какие-то пастилки. Начинаешь читать состав и понимаешь, что это химия. Есть там что-то натуральное. Начался долгий процесс поиска идеального рецепта, подбора соотношений ингредиентов, эксперименты. И на свет появилась она. Уникальная в своем роде пастила из северных ягод. Производством натуральной сладости Иван занимается сам. Процесс от подготовки ингредиентов до готовой продукции занимает 16-17 часов. Каждая ягода требует к себе какой-то корректировки на рецепт. То есть где-то больше надо добавлять печеного яблока, где-то меньше. Ну, соответственно, мед везде идет одинаковое количество. Он нужен там для того, чтобы пастила не трескалась. То есть она как связующие элементы. Сейчас при поддержке Центра развития бизнеса индивидуальный предприниматель доводит до идеала упаковку. Потому что внешний вид их хранения – очень важная часть готового продукта. Уже есть запросы с других регионов на экспорт пастилы. Да и местные покупатели буквально разбирают каждую новую партию сладости. Мы считаем очень важным поддержку малого бизнеса, особенно при разработке и запуске новых продуктов. Вот, например, как пастила из северных ягод. Это очень перспективный проект. В том числе и для развития экспорта в дальнейшем. Заявка на гастрономический конкурс «Вкусы России-2020», проводимый Министерством сельского хозяйства, была отправлена просто из интереса. Никто не ожидал победы начинающего предпринимателя на таком высоком уровне. Предприниматель получает комплексную поддержку от Центра развития бизнеса. От разработки логотипа до сертификации. Также мы максимально информируем наших бизнесменов о федеральных конкурсах. полностью сопровождаем заполнение заявок и подачу этих заявок. И вот в результате получился такой приятный сюрприз в конце года. Сейчас Иван параллельно занимается изготовлением авторских джерок – кусочков вяленого мяса оленя. Это еще один перспективный проект, который уже любим как жителями Нарьинмара, так и в других регионах. Я думаю, что, может быть, в следующем году, если будет такой же конкурс, я думаю, что мы заявим все-таки свои жарки. Пускай там были и с Ямала, и, может быть, и Ханты Мансийского представляла там своих оленей, и кто там еще. Ну, я думаю, что наш оленей ничем не хуже, и тем более, что рецепт, в принципе, на 99%. Авторский? Он и авторский, и он, в принципе, экологически чистый. Сейчас, к сожалению, мясная отрасль, ее нет 100% экологически, там какой-то чистый, безопасный. Там все равно прибавляется какой-то консервант, который позволяет твоей продукции оставаться свежей на протяжении долгого года. Ненецкий округ представляла также компания ЕРФ с мясной продукцией. В общей сложности на вкусы России 2020 поступило около 500 заявок из 79 субъектов Российской Федерации. Екатерина Дементьева, Антон Водряков, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Безопасное колесо. В Ненецком округе состоялся финал конкурса знатоков дорожного движения. Регион участвует в мероприятии 20-й год подряд. Из-за сложной эпидемиологической обстановки в этот раз первый конкурс проходил в режиме онлайн. Раньше наши юные знатоки ПДД выезжали за пределы округа для участия в безопасном колесе. Как прошел конкурс в новых условиях расскажет Ольга Русул. Новые условия проведения всероссийского конкурса юных инспекторов в движении «Безопасное колесо» напоминают прием единого государственного экзамена. В аудитории полная тишина, никаких посторонних, за соблюдением порядка следит видеокамера. Только участники и тестовые задания. На 35 вопросов выделено 35 минут. Для меня было самое трудное – это медицина. Мы готовились к ней, но потом начался коронавирус и у нас подготовка закончилась. В тестовых заданиях третьема правила дорожного движения – медицина и обеспечение жизнебезопасности. Надо отдать должное, наши участники справились со всеми вопросами досрочно. В среднем на выполнение заданий они потратили 15 минут. Ребята правильно ответили на большую часть вопросов. Одна из участниц выполнила верно две трети теста. Это очень хороший результат. Задания были достаточно сложные. Надо было думать, стараться и знать. Знать правила дорожного движения. Что тебе самое сложное показалось в этой заданиях? Проезд перекрестка. Я думаю, что у меня именно там ошибки. Кто первый проедет, то второй. Правила дорожного движения школьники учат в игровой форме на занятиях объединения юных инспекторов. Ребята уверены, что эти знания обязательно пригодятся им в жизни. Когда я хожу по городу, когда начала готовиться к безопасному колесу, я шла по городу и видела, что там есть нарушители. И обращала на это внимание. А до этого нет, никак не обращала. Основная задача конкурса – предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. Привлечение детей к участию в пропаганде правил безопасного поведения на улицах и дорогах. И безопасного участия в дорожном движении. Я вообще их считаю героями. Те, кто учат правила дорожного движения, именно систематически, на занятиях дополнительно приходят. Конечно, сложно. Правила же мы все знаем. Они написаны для взрослых. И неважно, маленький это ребенок или уже пожилой человек. Знать их надо всем. Конкурс «Безопасное колесо» проводится Министерством внутренних дел Российской Федерации, Министерством образования и науки Российской Федерации. Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды.